Всем привет! Сегодня я хочу сделать небольшой обзор вот такого станка для плетения изделий из паракорда. В принципе, вариантов таких станков на самом деле в сети вы найдете великое множество. Деревянные, пластиковые, кто-то делает металлические. Есть станки достаточно неплохие, удобные. Есть станки менее удобные. Сейчас я расскажу об этом станочке, который совершенно случайно на самом деле попал мне вчера в руки. Вы знаете, кто подписан, знаете, что станочка у меня нет. Но вот когда мне попался этот станок, думаю, что я его, наверное, все-таки себе приобрету, потому что он достаточно, скажем так, на 90% он для меня удобный. Сейчас коротко расскажу, что здесь как. Если вдруг кто не в курсе. Станок, да? Из чего он состоит? Основа. Вот она у нас, деревянная основа, планочка. Вот ножки. Две ножки и еще две ножки. Как видно, вот здесь ножки, они войлочные, да? Видно, что они такие, как ворсистые. Ну, что-то, да, очень похожее на войлок. Что я бы изменила? Почему я сказала 90%, а не 100%? Я бы эти ножки поменяла на ножки резиновые. Потому что стол, ножки и станок наш скользит. Да, можно его, конечно, вот этим там торцом упереть куда-то, но это уже надо думать, куда упереть, чтобы это было удобно, чтобы не делать каких-то лишних, да, телодвижений или приспособ каких-то. Вот, поэтому я бы сделала эти ножки из резиновых накладочек. Ну, это тонкости. Что мы имеем дальше? Прорезь. Вот она прорезь, да? Вот она с другой стороны. В которой такими саморезами и шайбами закреплены два маленьких брусочка. Вот он один, цельный. И вот он второй. Закреплены они саморезами и вот такими вот гайками-барашками. Для чего это сделано? Сейчас объясню для чего. Значит, на этих маленьких блоках двух, да, они у нас абсолютно одинаковые. У нас зафиксированы, опять же, саморезами по дереву, зафиксированы пластиковые фастексы, большой и маленький. И вот такие вот штуки, которые удобны при плетении браслета или чего-то другого без фастекса. Это может быть изделие на шакле, это может быть карабин, это может быть просто петля. Для чего у нас вот эта гаечка-барашек, да? Для того, чтобы мы, открутив ее чуть-чуть, могли передвинуть вот таким вот удобным образом. Но для того, чтобы ее обратно прикрутить, надо поддерживать снизу. Вот мы держим снизу саморез и прикручиваем. То есть, для того, чтобы наше изделие можно было закрепить на этих штыречках. То же самое мы делаем с этой стороны. Да, вот мы просто чуть откручиваем барашек наш и проворачиваем и закручиваем его обратно. То есть, мы тем самым, ну вот возьмем у меня кусочек паракорда, мы можем накинуть петлю сюда, с этой стороны, да? Сделать две петли вот здесь, вот так, да? И вот таким вот образом, вот таким вот образом у нас пошло, ну, допустим, кобра, да? Пошло у нас вот плетение браслета. То есть, все зафиксировано. Натяжечка у нас зафиксирована, вот эти средние нити. И мы пошли-пошли плести наше изделие, да? То есть, мы получаем вот здесь две удобные петельки, если вдруг они нужны, если у нас снизу шакл, да? Либо же вот здесь одну петельку, и с этой стороны мы наплетаем, например, алмазный узел и точно так же делаем плетение. Но это все тонкости уже такие, зависящие от, собственно, конечного результата, который вы хотите получить. Так, что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть такая немаловажная штука, как вот линейка. Чем мне понравилось, то, что вот эта линейка, она не распечатана на бумаге и не наклеена вот здесь, да? Как это часто делается. А то, что она деревянная, она реально деревянная, видите, да? Она достаточно толстенькая. И она по общей концепции этого станочка отлично сюда вписывается. Я не знаю почему, но мне это очень понравилось. То есть, все по фэншую, как говорится. То есть, мы видим, да, что вот наша линейка начинается четко там же, где заканчивается наш брусочек. Видно, да? И здесь мы выбираем, соответственно, длину нужную нашего изделия, браслета, например, того. Откручиваем гайку барашек. И вот так вот двигаем. Вот мы двигаем, да, например, браслет у нас длиной 18 сантиметров. Вот так мы выбираем нужную длину. И, соответственно, барашек этот мы закручиваем. Ну, вот как-то вот так. То есть, станочек, в принципе, он универсален. Он подходит под любые нужды практически. Практически говорю почему. Потому что есть некоторые плетения, вот как пример, да, по ссылочке можно посмотреть. Я показывала, как делать тот же ланьярд. Под него нужна своя приблуда, да, с другой станочек. Но вот этот подходит для браслетов, для темляков, для... Ну, брелки там, мне кажется, проще на руках, чем на станочке. Вот. Но в целом, вполне себе универсальная такая штука. Как видно, все проворачивается. Все дерево приятное на ощупь. Нигде нет ни заусенцев никаких, ни... Не знаю, ну, ничего такого, что могло бы как-то повредить рукам. Эти вот фастексы у нас тоже универсальные. Вот для примера взяла фастекс, который был у меня. Ну, взяла черный исключительно из эстетических соображений. И вот мы сейчас проверим, подойдет он или нет. И вот он замечательно сюда подходит. Ровно так же подойдет и другая половинка моего фастекса, да. То есть это все универсально. Я так подозреваю, что фастексы, вероятнее всего, либо хорошие китайские заказаны, либо американские. Вот видно, что большой тоже подходит. Но вторую половинку уже не буду проверять. То есть все подходит. Все универсально. Все достаточно добротно. Вот что мне понравилось. Добротный станок. Он не вызывает такого, знаете, ощущения, что вот он сейчас там что-то откуда-то развалится. Нет. Очень понравились вот эти штуки. Вот, к сожалению, не знаю, как они называются. Они не прокручиваются. Если кто знает, как называются такие штуки, пишите в комментарии. Ну, наверное, подозреваю что-то из строительства. Наверное. В общем, пишите, кто знает. Мне очень интересно. У них тут такая как бы шляпка, да. Эта часть тоньше, нежели верх. Они не крутятся. Они тут надежно, крепко зафиксированы. Но на самом деле очень удобно. Очень. Вот такой вот станочек. Так что рекомендую все-таки для мастеров, тех, кто много плетет, все-таки я рекомендую станочек. В одном из своих следующих видео я покажу уже наглядно какое-то выберу плетение. Сделаем его на станке. Вот. Ну, как бы, если есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, как обычно, пишите в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо большое. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok